Здравствуйте! Вашему вниманию представлена тема Основные участники мирового финансового рынка по дисциплине Международной финансовой института. Вопросы к рассмотрению. Участники мирового финансового рынка, деятельность основных участников мирового рынка. Мировой финансовый рынок обслуживается финансовыми посредниками, то есть организациями, принимающими за определенный процент деньги на хранение или собирающие их по другим поводам, предоставляющими их взаймы за более высокий процент, тем физическим и юридическим лицам, которые нуждаются в инвестиционных ресурсах, а также оплачивающими страховые полисы и пенсии. Появление финансовых посредников – длительный процесс. В настоящее время они обеспечивают стабильное финансирование экономических и социальных нужд, экономят денежные ресурсы и ускоряют развитие производства. Участники международного финансового рынка могут быть классифицированы по следующим основным признакам. Характер участия субъектов в операциях – прямые и косвенные или непосредственные и опосредованные. Цели и мотивы участия – это хеджеры и спекулянты, трейдеры и арбитражеры. Типы эмитентов – международные, национальные, региональные и муниципальные, квази-правительственные или частные. По типам инвесторов и должников – это частные или институциональные. И по стране происхождения субъекта – развитых стран, развивающихся, переходных экономик, офшорных зон и центров или международных институтов. Деятельность финансовых посредников выгодна для собственников сбережений и предпринимателей. Идет к получению доходов всеми участниками мирового финансового рынка. В число финансовых посредников входят прежде всего банки и кредитно-банковские организации. Кредитные союзы, копиративы, сберегательные ассоциации, общество взаимного кредитования и тому подобное. Помимо банковских и кредитных организаций, в число финансовых посредников входят страховые организации, пенсионные фонды, инвестиционные компании и другие. Принципиальное отличие этих организаций от банков состоит в том, что они не принимают вкладов и не влияют на количество денег в обращении. Главными участниками же мирового финансового рынка являются транснациональные банки, транснациональные компании и так называемые институциональные инвесторы. Но немалую роль играют и государственные органы, и международные организации, которые размещают или предоставляют свои займы за рубежом. На мировых рынках капитала действуют также физические лица, но в основном опосредованно, преимущественно через институциональных инвесторов. В число институциональных инвесторов, включая такие финансовые институты, как пенсионные фонды, страховые компании, из-за значительной величины временно свободных средств они весьма активны в покупке ценных бумаг, а также инвестиционные фонды, особенно взаимные. О величине активов институциональных инвесторов говорит тот факт, что в США она значительно превышает величину всего валового внутреннего продукта и приближается к величине общего ВНП. Подавляющая часть этих активов вложена в различные ценные бумаги, в том числе иностранного происхождения. Одних из главных институциональных инвесторов в мире являются совместные или взаимные фонды, особенно американские. Аккумулируя взносы своих пайщиков, преимущественно физических и среднего достатка, подобные фонды в США достигли колоссальных размеров. К началу 1998 года величина активов по оценке была приближена к 4 триллионам долларов и около половины этой суммы было помещено в акции, в том числе зарубежных компаний. Бурный рост совместных фондов обусловлен переходом мелких плачков от хранения своих сбережений, преимущественно в банки, к помещению их в более доходные финансовые институции, в местных фондов. Последний к тому же объединяет достоинства сберегательного банка и инвестиционных банков или инвестиционных компаний, которые вкладывают в судьба своих клиентов самые различные ценные бумаги. Часть инвестиционных фондов создана для работы с иностранными ценными бумагами вообще или с ценными бумагами отдельных стран и регионов мира в частности. Наиболее активно перелив финансовых ресурсов осуществляется в мировых финансовых центрах. К ним относятся те места в мире, где торговля финансовыми активами между резидентами разных стран имеет особенно большие масштабы. В Америке, к примеру, в Америке это Нью-Йорк, Чикаго, в Европе Лондон, Франкфурт, Париж, Женева, Люксембург, в Азии, Токио, Сингапур, Гонконг и так далее. Мировые финансовые центры уже превратились в некоторые офшорные центры. Это прежде всего в бассейне Карибского моря. Это такие острова, как Бермудский, Баганский, Каймановы и так далее. В мире финансовых центрах сосредоточена основная масса активов мирового финансового рынка. Это не только капитал страны базирования финансовых центров, но и привлеченный сюда из других регионов мира капитал. Особенно это характерно для финансовых центров, которые расположены в небольших странах. В мировой практике финансовые посредники представлены организациями нескольких типов. Это организация депозитного типа, договорные сберегательные организации, инвестиционные фонды, ну и другие типы финансовых организаций. Под финансовыми посредниками депозитного типа подразумеваются коммерческие и сберегательные банки, кредитные союзы, судно-сберегательные ассоциации и так далее. То есть учреждения, которые привлекают средства, размещая собственные обязательства среди физических и юридических лиц в основном в форме депозитов. Привлеченные средства используют для выдачи потребительских ипотечных кредитов из суд предприятий. Наиболее широкий спектр операций осуществляют коммерческие банки. В отличие от них сберегательные институты, прежде всего суды и сберегательные ассоциации взаимно-сберегательные банки, являются специализированными финансовыми институтами. Полученные за счет привлечения сберегательных счетов средства, они направляют в основном на ипотечное кредитование и небольшие суды частным лицам или предприятиям. Кредитные союзы представляют собой небольшие коммерческие объединения потребителей. Владельцами этих учреждений являются только их члены. Обязательства кредитных союзов формируются из текущих изберегательных счетов, а свои средства они вкладывают в краткосрочные потребительские суды. Если совсем недавно кредитные союзы ограничивали свою деятельность исключительно масштабами национального финансового рынка, то в последние годы они все активнее выход на мировой финансовый рынок, участвуя в самых разнообразных операциях. Сберегательные учреждения, действующие на договорной основе, получают средства под долгосрочные контрактные соглашения и размещают их на рынке капитала. К посредникам этого типа относятся страховые компании и пенсионные фонды. Эти учреждения имеют относительно устойчивый приток средств от держателей страховых полисов и владельцев счетов пенсионных фондов. Поэтому большую часть ресурсов они инвестируют в долгосрочные ценные бумаги. Инвестиционные фонды – это особые организации, которые выпускают свои акции и реализуют их инвесторам. Аккумулированные таким образом средства они размещают в другие ценные бумаги или на депозитах банка. Фонды могут быть открытыми и закрытыми. Открытый фонд – это акционерное общество, которое размещает свои акции с обязательством их последующего выкупа по требованию инвестора. В отличие от него, закрытый фонд при размещении акций не несет никаких обязательств, особенно обратного выкупа. Поэтому вернуть вложенные средства инвестор может только перепродав акции на вторичном рынке. Инвестиционные фонды являются очень удобным средством международных инвестиций для мелких и средних инвесторов, которые в силу технических особенностей мирового финансового рынка лишены возможностей самостоятельного выхода на них. К другим типам финансовых организаций относятся прежде всего инвестиционные компании, а также финансовые компании делового кредита, которые специализируются на судно-финансировых операциях в сфере бизнеса, и компании торгового кредита, которые финансируют экспортные и импортные сделки. Необходимо отметить, что среди всех финансовых последников на мировом финансовом рынке особое значение занимают все-таки коммерческие банки. Наряду с наиболее широким кругом осуществляемых операций, они лидируют как по активам, которыми владеют, так и по объемам заключаемых сделок. В связи с этим коммерческие банки наиболее жестко подвергаются государственному регулированию. За их деятельностью внимательно наблюдает международная организация. Существенную роль в системе органов, призванных регулировать функционирование мировой валютно-финансовой системы играет Банк международных расчетов. В зависимости от целей, которые преследуют участники мирового финансового рынка, всех их можно разделить на четыре категории. Это спекулянты, это инвесторы, спекулянты, арбитражеры и хеджеры. Инвесторы осуществляют международное размещение средств на длительные сроки. В своей деятельности они используют фундаментальные прогнозы ситуации на мировом валютном финансовом рынке. Критерием выбора активов для них является достижение приемлемого по их мнению дохода при заданном уровне риска. Международные инвесторы используют преимущество диверсификации активов не только по видам инструментов, но и по различным валютам и страновой принадлежностям и тем, как и заемщикам. Поэтому наряду со снижением несистематических рисков они подвергаются дополнительным факторам неопределенности – валютные, страновые и другие риски. Арбитраж означает широкий круг операций с финансовыми активами, состоящих в одновременном открытии в противоположных или различных поскольку позиции на одном или нескольких взаимосвязанных сегментах финансовых рынков с целью получения гарантированной прибыли из различий в котировках. Арбитражные прибыли в процентном выражении очень малы, поэтому привлекательны лишь крупные операции. В результате ими успешно занимаются в основном финансовые институты. Финансовые инструменты, которые используются для арбитража, очень разнообразны и их привлекательность для арбитражера тем больше, чем выше ликвидность их рынка, позволяющая покупать и продавать значительное количество контрактов в любой момент и в течение короткого промежутка времени. Необходимым условием арбитражных операций является свободный перелив капитала между различными сегментами рынка. Предпосылкой же проведения рассматриваемых операций является несовпадение котировок финансовых активов во времени и в пространстве под действием рыночных сил. Спекулянты – это участники финансового рынка, основной целью которых является получение прибыли за счет разницы в курсах финансовых инструментов во времени. Их деятельность предполагает сознательное принятие риска за счет длительного поддержания открытых позиций. Спекулянт продает или покупает активы в надежде на то, что в будущем удастся закрыть позицию при помощи контр-сделки, осуществленной по более благоприятному курсу. Подобными операциями активно занимаются крупные финансовые институты, что приносит им немалые доходы. Спекулятивные сделки с биржевыми контрактами могут реализовать также и небольшие предприятия и частные лица. Речь идет о том, чтобы покупать, когда предполагается повышение курса и продавать, когда ожидается их падение, наилучшим образом используя эффекты рычага, созданные гарантийным депозитом и изменчивость котировок. Данный вид деятельности потенциально может принести огромные убытки. Ярчайшим примером является банкротство старейшего британского банка Baring Brothers в конце 1995 года, спровоцированное операциями Ника Лисона, генерального директора финансового подразделения банка в Сингапуре, с высокорискованными индексными фьючерсными контрактами. Четвертой базовой стратегией операции на мировом финансовом рынке является хеджирование, то есть защита от рыночных рисков. Любая экономическая деятельность всегда связана с риском. При этом риски, которым подвергаются участники финансового рынка, очень разнообразны. Например, Банк международных расчетов в своем исследовании приводит около 30 видов рисков, которым подвергаются международные банки. На мировом финансовом рынке наибольшее значение имеет так называемые рыночные риски, связанные с изменениями цен на денежных рынках и рынках капитала, то есть валютный процентный риск и риск изменения курсовой стоимости акций. Хеджирование, в свою очередь, предполагает перенос на контрагента рисков, которые данный оператор не желает брать на себя. Второй стороной по сделке покрытия могут выступать как хеджеры, страхующие свои позиции в обратном направлении, так и спекулянты или арбитражеры. По отношению к риску операторы могут выбрать одну из трех возможных климоповедений. Первая выжидательная позиция состоит в том, что сознательно не предпринимается никаких мер по устранению риска, что на практике означает пассивную спекуляцию. Принимая во внимание амплитуды и колебаний процентных ставок, валютных курсов, решение об отсутствии всякого страхования представляется не всегда разумным. Второе – это стопроцентное покрытие всех позиций, находящихся под риском, то есть полное устранение валютного или процентного риска, риска по акциям и другим ценным бумагам, без каких-либо попыток спекулировать. Последующая эволюция ставок, курсов, котировок не сможет ухудшить финансовые результаты, но и прибыль от благоприятного их изменения также будет упущена. При этом на практике невозможно привести в полное соответствие инструменты покрытия рисков и страхуемые элементы позиции. Кроме того, затраты на чрезмерное покрытие могут свести на нет ожидаемую прибыль от операции. И третье – это выборочное покрытие рисков на основе анализа рисков и убытков, а также сопоставление этих потерь с затратами на фиджирование. Нам представляется, что это наиболее эффективное и экономическое проведение. Благодарю за внимание.